МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы так привыкли к жизни в Рязани, что зачастую не замечаем очевидных вещей. Например, красоты окружающих нас улиц и зданий, богатой историей нашего края. Я надеюсь, что наш проект сможет изменить ваше мнение о родном городе. В эфире программа «О чем молчит время». Здравствуйте! Прогуливаясь по улицам в Санкт-Петербург, зачастую задумываешься о том, что, возможно, именно по этому месту когда-то проходили известные писатели, поэты, художники, государственные деятели. Причем здесь Рязань, спросите вы, где северная столица, а где наш провинциальный городок? И будете неправы. В разное время в нашем городе рождались, жили, бывали проездом, работали. Очень известные люди. Так, например, здесь когда-то любил прогуливаться Александр Исаевич Солженицын. Возможно, подробность биографии Александра Солженицына знаком далеко не каждой. Напомним, что будущий Нобелевский лауреат родился в Кисловодске, откуда потом вместе с матерью переехал в Ростов-на-Дону. В октябре 1941 года он был мобилизован, в 1942-м попал на фронт. Он прошел боевой путь от Орла до Восточной Пруссии, получил звание капитана, был награжден орденами. В феврале 1945-го Солженицын был арестован за антисталинские высказывания в письмах к другу детства. Восемь лет лагерей и вечная ссылка. Таков был приговор суда. После 20-го съезда КПСС, после разоблачения Хрущевым культа личности Сталина, наступила эпоха реабилитации. В том числе реабилитирован был и Александр Солженицын. Ему были возвращены все, так сказать, гражданские права, возвратили ордена и медали, которыми он был награжден во время войны. И вот он задумывается о возвращении в Центральную Россию, а затем возобновились его отношения, переписка, встречи, письма через общих знакомых с женой, с Натальей Решетовской. Она в это время жила в Рязани, работала в сельскохозяйственном институте на кафедре химии. И было решено сойтись, съехаться, вернуть прошлые отношения, прошлую жизнь, начать новую семейную жизнь. И вот так случилось, что 31 декабря 1956 года Солженицын, здесь есть фотография, у нас впервые приезжает в Рязань. Сегодня исследователи творчества Солженицына говорят о том, что 12 лет, которые он провел в Рязани, можно считать периодом становления его как писателя, периодом расцвета его творчества. Ведь все мы знаем Солженицына как лауреата Нобелевской премии, а получил он ее как раз за те произведения, которые были написаны здесь, на рязанской земле. Приехав в наш город, будущий нобелевский лауреат поселяется в квартире своей жены, преподавателя Рязанского сельскохозяйственного института Натальи Решетовской по адресу 1-й Касимовский переулок, дом 12, квартира 3. Позже этот переулок назовут улицей Урицкого. На ней мы и сегодня можем видеть дом, где жил, дышал вольным воздухом и работал Александр Исаевич. Солженицыну было почти 40 лет, но после тех коморок, которые он делил с мамой до войны, после землянок на фронте, тюремных и лагерных бараков, именно здесь он впервые ощутил, что же такое настоящий домашний уют. Естественно, Александр Исаевич начал свою жизнь в Рязани с поисков работы. Еще в 41-м году он окончил физико-математический факультет Ростовского университета, а во время ссылки в Казахстане успел поработать учителем математики. Однако в Рязани устроиться на работу ему удалось не сразу, можно сказать, помог случай. С 25 августа 1957 года Александр Солженицын к тому моменту уже полностью реабилитированный и смог приступить к официальной работе в качестве учителя физики и математики в школе номер 2. Помог ему в этом директор этой школы Георгий Матвеев. Позднее Солженицын вспоминал, что преподавать он хотел математику, однако этот предмет ему отдать не смогли. Физика же требовала экспериментов, классных опытов, подготовки лаборатории. Александр Исаевич этого всего не любил. Однако учителем он был от Бога. Во всяком случае, его коллеги и ученики до сих пор вспоминают о нем с теплотой. Александр Исаевич требовал внимания, был сам очень тактичен с учениками, но строг. И, например, такие нетрадиционные для того времени формы урока, как колоквием, зачет, очень напоминали вузовскую программу и были не совсем привычны для школы. Но ребятам очень нравились. Солженицын был благодарен тому, что ему не дали классного руководства. Взамен он взялся вести фотокружок. Кстати, сегодня в школьном музее находится фотография, которую по воспоминаниям учителей сделал сам Александр Исаевич. Рассказывает, что он призывал своих учеников фотографировать товарищей, учителей, рабочие моменты на уроках и школьные праздники. По сути, он обучал их основам репортажной съемки. Вспоминают, что он учил сначала искусству фотопечати и потом уже фотографированию. Там были особые свои правила, особые отношения учителя с учениками. И ребята ими очень дорожили. Александр Солженицын проработал в этой школе более четырех лет. И сегодня в школьном музее находятся экспонаты, которые могут рассказать нам о том времени. Это фотографии, книги и даже школьные журналы, заполненные рукой Нобелевского лауреата. Кстати, есть одна интересная особенность у этих журналов. На каждой странице, помимо оценок ученикам, описание темы урока стоит еще одна оценка. Возможно, Солженицын таким образом оценил, насколько удачно был проведен урок. Но это, конечно, только наше предположение. Что интересно, среди этих оценок есть тройки и даже двойки. Из сохранившихся, в том числе и письменных воспоминаний, известно, что Александр Исаевич иногда водил ребят в небольшие походы. Но, например, в компании вот этого старинного телескопа они ходили на Кремлевский вал наблюдать звезды. И все же коллеги будущего Нобелевского лауреата отмечали некоторую отчужденность нового учителя. Оно и понятно. Как раз в это время Александр Исаевич начинал реализацию своих творческих, весьма смелых по тем временам замыслов. Пытается реализовать свой главный замысел, как он считал. Это книга о архипелаге ГУЛАГ. Он начал работать, но потом приостановил работу, потому что, как он сам говорил, материала, личного опыта не хватало. Позже продолжил. Здесь он начинает писать книгу о Первой мировой войне и русской революции. Это то, что потом было названо «Красное колесо». И здесь же он работает над романом «В круге первом». Он еще в ссылке его начал писать. Ну, так вот складывается писательская судьба. Иногда первым, и, может быть, даже в чем-то лучшем, реализуется замысел, который возник у него еще во время пребывания в лагере. Когда он, как сам говорит, таскал носилки с напарником, был обычный день, и вот подумал, как описать весь лагерный мир одним днем. В 1959 году Александр Солженицын окончил работу над повестью «Ща-854». Осенью 1961 года с ней познакомился редактор журнала «Новый мир» Александр Твардовский. Разрешение на ее публикацию Твардовский получил лично от первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева. «Ща-854» под измененным названием «Один день Ивана Денисовича» был напечатан в номере 11 журнала «Новый мир» за 1962 год. Ради публикации повести Солженицын был вынужден смягчить некоторые детали жизни заключенных, а подлинный текст произведения впервые напечатали в одном из парижских издательств в 1973 году. Это произведение в то время сравнивали с разорвавшейся бомбой. После его публикации к Солженицыну пришла всесоюзная слава. Более того, его автоматически приняли в союз писателей. В этот период Солженицын стал реализовывать свои замыслы гораздо смелее. Появляются такие произведения, как «Матрёнин двор», «Захарка лета», «Крохотки». Начинается работа над раковым корпусом. Говоря о рязанском периоде жизни и творчества Солженицына, невозможно обойти стороной курортный посёлок Солоча, в который буквально с первого взгляда влюбился Нобелевский лауреат. В Солоча Александр Исаевич Солженицын вместе с Натальей Алексеевной попал уже в первое лето, проведённое в Рязани. За лагерные годы он истосковался по природе и чрезвычайно ценил возможность день-два побыть в лесу. Наталья Алексеевна так и пишет в своих воспоминаниях. Он влюбился в Солочу. Солоча Солженицын ночевал в палатке, снимал часть дома в деревне Давыдово у Агафьи Фоломкиной и любил останавливаться в маленькой гостинице Загородной. Сегодня это ресторанно-гостиничный комплекс «Боровница», в котором год назад была открыта мемориальная комната Александра Исаевича Солженицына. Это действительно удивительный уголок, который переносит нас в не очень далёкое прошлое. Здесь можно увидеть тот самый раскладной стол, за которым частенько трудился писатель. Солженицын перевозил его на москвиче, который купил на гонорар за повесть «Один день Ивана Денисовича». На столе портативная печатная машинка и карандаши. Именно карандашами любил работать писатель. Но дописывал их буквально до минимума, то есть едва можно было держаться. Но эта экономия связана, наверное, вот с той удивительной привычкой, которая вырабатывается у человека, потому что в течение практически многих лет он работал скрытно, работал со скудным потенциалом бумаги, пишущего. Здесь же можно увидеть ту самую подборку книг, которую возил с собой Александр Исаевич. Огромное количество фотографий из архива Солженицына. Личное дело члена Союза писателей, которым он стал в 1962 году, от приема протокола до исключения. И даже маленький блокнот, в который Нобелевский лауреат выписал, по всей видимости, самые любимые стихи Есенина. Этот блокнот буквально через месяц после открытия мемориальной комнаты передала жена Александра Исаевича, Наталья Дмитриевна, которая побывала здесь и, похоже, осталась довольно увиденным. Действительно, эта комната напоминает машину времени. Даже звуки, которые слышат ее посетители, переносят нас в прошлое. Кстати говоря, мы с вами забыли запустить время. А это очень важно, когда разговариваешь о прошлом, чтобы предметы того времени помогали все это почувствовать. Не только звуками, но и ароматами прошлого наполнен этот удивительный уголок. Наверняка ни одна из посетительниц мемориальной комнаты не упустит возможности прикоснуться к настоящему флакону с духами «Красная Москва» и с головой окунуться в далекие 60-е годы. Время, когда здесь творил Александр Солженицын. Время, когда практически каждая женщина пользовалась именно этими духами. Рязанский период был довольно спокойным периодом жизни и творчества Солженицына, который, к сожалению, продлился недолго. Александр Исаевич на дух не переносил коммунистическую идеологию советскую власть. Кроме того, после снятия Никиты Хрущева процесс дистанализации был мягко свернут, и Солженицын со своими произведениями вновь оказывается неугодным властям. Солженицын сблизился с диссидентскими кругами в Москве, стал много времени проводить там. Там встречает Наталью Дмитриевну Светлову, которая была его помощницей в издательских делах, в перепечатке потаенных материалов каких-то. Вспыхнула любовь, они сблизились, и, понятное дело, что наметился разрыв с Натальей Решетовской. В итоге он в Москву и фактически в 69-м году перебирается. Тем более, что в 69-м году его здесь Рязанская писательская организация, разумеется, по указке сверху, аж из Москвы, из числа членов Союза писателей, исключает, и он уже переезжает в Москву к Наталье Дмитриевне. А потом уже там разворачиваются последующие события. Там же в Москве он узнает о присуждении ему Нобелевской премии, как я уже сказал, за те произведения, которые написаны были им в Рязани. Начинается новый этап московский, а потом с 1974 года – это этап изгнания. В свой последний приезд в Рязань в 94-м году на одной из встреч Александр Солженицын сказал, что время, которое он прожил в Рязани, было счастливым временем. Временем, когда он впервые почувствовал себя свободным человеком. Ну что ж, на этом наше путешествие по страницам истории родного края подходит к концу. Мы увидимся с вами ровно через месяц в новых увлекательных выпусках программы «О чем молчит время». До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова